Атомный танк. Танк с ядерной силовой установкой. Проекты таких боевых машин разрабатывались в США в 1950-е годы, однако практического воплощения ни один из них не получил. США, с появлением и развитием в 1950-х годах в ядерной энергетике, США и других странах велась активная работа по внедрению их в различных областях как гражданского, так и военного применения. Появились проекты атомных поездов, судов, самолетов, ракет и т.д. В то время эти идеи выглядели, как минимум, не менее дико, чем установка реактора на подводных лодках или ледоколах. Не осталось в стороне и армия США, рассматривавшая реакторы в качестве перспективной силовой установки для наземной военной техники. Первая концепция атомного танка в США прорабатывалась в ходе конференции «Question Mark III», посвященной перспективам развития бронетехники и проводившейся в Детройте в июне 1954 года. Помимо проекта, предлагавшего использование ядерного реактора на мобильном бронированном шасси для питания колонн техники во время марш-бросков, что позволило бы бронетехнике вступать в бой, имея полный запас хода, были представлены и концепции танка с индивидуальной ядерно-энергетической установкой. Первый проект, получивший обозначение ТВ-1, представлял собой 70-тонную боевую машину, вооруженную 105 мм пушкой Т-140 и защищенную 350 мм лобовой броней. Реактор позволял приводившей танк турбине, работавшей на перегретом атмосферном воздухе, работать на полной мощности в течение 500 часов без замены топлива. Ко времени следующей конференции, Квесшен Марк Айви, проводившейся в августе 1955 года, развитие атомных реакторов позволило значительно уменьшить их размер, а следовательно и массу танка. Представленный на конференции проект под обозначением Р-32 предполагал создание уже 50-тонного танка, вооруженного 90 мм гладкоствольной пушкой Т-208 и защищенного в лобовой проекции 120 мм броней, расположенной под наклоном в 60 градусов к вертикали, что примерно соответствовало уровню защиты обычных средних танков того периода. Реактор обеспечивал танку расчетный запас хода более 4000 миль. Р-32 был сочтен более перспективным, чем первоначальный вариант атомного танка, и рассматривался даже в качестве возможной замены для находившегося в производстве танка М-48, несмотря на очевидные недостатки, такие как крайне высокая стоимость машины и необходимость регулярной замены экипажей, чтобы исключить получение ими опасной дозы радиационного облучения. Однако Р-32 не вышел за стадию эскизного проекта. Постепенно интерес армии к атомным танкам угас, однако работы в этом направлении продолжались, по меньшей мере, до 1959 года. Ни один из проектов атомных танков не дошел даже до стадии постройки опытного образца, как остался на бумаге проект переоборудования тяжелого танка М-103 в опытную машину для испытаний ядерного реактора на танковом шасси СССР. В СССР проекты атомных танков не разрабатывались, называемые порой в прессе атомным танком. Т-3 в действительности представляла собой перевозимую на гусеничном шасси атомную электростанцию для отдаленных районов Крайнего Севера. Общие проблемы концепции. Главной проблемой концепции танка с атомным двигателем было то, что большой запас хода не означал высокой автономности машины. Лимитирующим фактором становился запас боеприпасов, смазочных материалов для механических частей, ресурс гусеничных лент. В результате, как таковая элиминация из состава танковых частей машин-заправщиков и упрощение снабжения атомных танков горючими материалами на практике не приводило к сколь-нибудь существенному повышению автономности. В то же время, стоимость танков с атомным двигателем была бы значительно выше обычных. Для их обслуживания и ремонта требовался бы специально обученный персонал и особые ремонтные машины и оборудование. Кроме того, повреждение танка со значительной вероятностью привело бы к радиоактивному заражению местности. Атомные танки в искусстве Атомные танки присутствовали в романе братьев Стругацких «Обитаемый остров». В серии произведений фантаста Федора Березина «Черный корабль» описан мир, в котором война ведется с использованием мегамашин, в том числе и танков с ядерной силовой установкой.